Дальневосточный гектар Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы приняли решение вообще заняться пчеловодством? Пчеловодством я занялся после завершения военной карьеры, как любой зрелый пчеловод. Это было в 2015 году. Вы об этом мечтали? Это были какие-то планы у вас? У вас это, может быть, в детстве было? Почему? Вы знаете, у меня никто не занимался из моих родственников пчеловодством. Я в период службы очень много времени проводил в офисе, особенно в последние годы. А природа все время, как любого дальневосточника, меня манила. И наблюдая за тем, кто такие пчеловоды, как они живут, я обратил внимание на то, что, во-первых, это долгожители, во-вторых, они производят хороший качественный продукт, во-вторых. В-третьих, они очень активны, деятельны. И вообще это почетная, на мой взгляд, профессия. Я с вами согласна. Пчеловодство, это, наверное, все-таки помимо какого-то дела, зарабатывание денег, это еще и социальная задача. Да, безусловно. Это социальная задача. Это задача, связанная с тем, что мы обращаем внимание, что с природой можно жить в гармонии. Пчеловодство, дело в том, что пчеловодство со своими пчелами, присутствуя в лесу, восстанавливает экосистему и животный, и растительный мир, даже если мед не добывает. Только само существование пчелиной семьи в рамках какого-то района или именно места, где эта пчелиная семья пребывает, оно хорошо влияет на все, что вокруг происходит? Да. Пчелы опыляют на расстоянии 5 километров во все стороны от пасеки, опыляют все растения. Есть даже такое понятие, в буквальном смысле, раздаивают растения на нектар. А нектар – это питание для насекомых, которые в свое время, в свою очередь, являются питанием для животных. Также увеличивается количество семян. Ну и не только семян. У садоводов и огородников, которые находятся рядом, тоже урожай увеличивается как минимум на 25%. Поэтому животный и растительный мир восстанавливаются без каких-либо особых затрат со стороны государства. Пускайте пчеловодов в леса, и леса будут богатеть. Скажите, пожалуйста, Сергей, когда вы решили стать участником программы «Дальневосточный гектар»? Сразу же, как только завели пасеку? Около года я брал уроки пчеловождения у соседа в Кругликовском сельском поселении. После чего была объявлена программа «Дальневосточный гектар» в 2016 году. И как раз в конце 2016 года мы взяли, так как рядом был земельный участок, очень хороший, с подъездными путями, с линией электроснабжения, было очень удобно там начинать свою деятельность. Ваша пасека находится в Кругликово? Верно, в Кругликово. Расскажите, пожалуйста, когда вы уже активно погрузились в свое дело, чем вы решили, помимо выращивания каких-то продуктов пчеловодства, у себя на пасеке заняться? Дело в том, что были, безусловно, и другие направления, на которые я обратил внимание. Это, конечно же, и традиционные наши русские напитки, такие как напиток из Иван-чая, различные травяные сборы. Мы сейчас попросим выдать на ваши экраны, уважаемые телезрители, те прекрасные продукты, которые производятся на пасеке у нашего гостя. То есть это, скорее всего, Иван-чай, да? Да, это Иван-чай. Я готовил его для Восточного экономического форума, в котором участвовал. Это деревянная коробочка из массива и прессованный Иван-чай. Некоторые шутят аналог Пуэре. Вы сами занимаетесь сбором, да, дикоросов? Да, конечно. Я привлекаю сельских жителей. У меня есть семья, с которой я уже несколько лет сотрудничаю. Это вот подарочный вариант. Набор в лукошке. То есть и дикая малина, и чай, и... И мед, и соты. Это вот, ну, мы делаем чай из листа дикой малины, ферментируемого по чайной технологии. Это зверобои у нас. То есть сборы различных дикорастущих трав тоже активно вы проводите? Да, да. Делаем различные сборы. Их у нас порядка десяти сейчас. И потребители очень хорошо на них реагируют. Потому как, особенно в осенне-зимний период, это очень полезно для организма. Конечно. Мед, наверное, остается одним из немногих абсолютно натуральных продуктов, которые есть вот у нас в рационе. И наша страна, наверное, это один из тех регионов, где еще именно натуральный мед и пчеловодство очень сильно развиты. Все верно. Вы сказали, да, немножко поправлю. К сожалению, пчеловодство в сравнении с советским периодом развито несколько хуже. Потому как эта профессия очень квалифицированная, и специалисты должны быть подготовлены в вузах и учебных заведениях. На данный момент объем подготовки таких специалистов маленький. Тогда страна действительно, нашу страну можно назвать оазисом натурального меда. Потому как во всех других странах, как правило, мед идет переработанный, доработанный различными ароматизаторами и красителями. А у нас он натуральный. И во всем мире бы он очень сильно ценился, если бы мы работали на международном рынке. А так мы дарим наш мед нашим родным гражданам. Вы свою продукцию мед, различные дикоросы каким образом реализуете? Вы знаете, вот вы задали вопрос по поводу того, с чего начиналось. Дело в том, что я несколько затянул освоение пчеловодства именно в связи с тем, что нужен свой сбыт. И я начал сначала организовывать сбыт. Очень много внимания уделил этому. Ну это одна, две, три точки формирования на ярмарках клиентской базы. И после того, как уже появилась возможность продавать много меда самостоятельно, уже начал более активно уделять внимание освоению пчеловодческих навыков. Это, конечно, нелегкий труд. И нельзя сказать, что пчелы требуют внимания только летом. Наоборот, и осенью, и зимой вы очень много, конечно, времени уделяете тому, чтобы летом получить урожай. Да, безусловно. Зимний сезон – это сезон планирования, сезон подготовки инвентаря. Весной мы развиваем пчелиные семьи к моменту пиков медосбора, когда растение в нашем регионе основным медоносом является липа, когда растение выделяет максимальное количество нектара. И мы, как хорошие тренера спортивные, должны подготовить в максимальной, в пике формы пчелиные семьи максимальной численности к этому моменту. Ну и осенью, конечно же, есть у нас вредители, захребетники пчелиные. Это клещи воро, которые, например, очень серьезно могут, серьезный ущерб могут нанести. На качество меда это не влияет, но пчелы, например, погибают. Ну, конечно, это как бы проблема большая для пчеловода. Но кроме того, что вы выращиваете продукты пчеловодства и разготавливаете дикоросы, вы еще и проводите экскурсии. Экскурсии, наверное, не только детские, но и взрослые. Вот сейчас, уважаемые телезрители, на ваших экранах будет небольшое видео, которое снято Сергеем у него на пасеке. Да, у каждого пчеловода есть задача привлечения людей к этой профессии, в том числе молодых пчеловодов. Вот здесь мы как раз знакомим детей с пчелами. Они не кусаются? Да нет, если все правильно делать, вы видите, даже в ладошку я помещаю пчел. Я показываю всех членов семьи, это и Трутин, и Матка, и пчелки. Вот с пчелками у нас даже контакт есть. Как одна из моих помощниц сказала, говорит, мы избавляем от страхов общения с пчелами на пасеке. Мы рассказываем об истории развития пчеловодства. Мы рассказываем об этике взаимоотношения пчеловода и пчел. Да, вот тоже еще одна экскурсия на вашей пасеке. Да, верно. У нас очень хороший формат, взрослые и дети. Вот иногда только взрослые приезжают, а иногда и взрослые и дети, и это очень хорошо. Популярно вообще вот это направление проведения экскурсий на подобных фермах? Да, конечно. Вызывает большой интерес. Один из распространенных отзывов, после экскурсии мы открыли для себя этот мир по-новому. Мы узнали очень много из того, чего не знали. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вы пользуетесь еще какими-то мерами поддержки, которые оказывает наше правительство для сельского производителя, либо для участника программы ДВГТАР? Да, и таких мер немало. Я уже как минимум двумя такими формами воспользовался. Начнем с самых простых. Это, например, в органах социальной защиты выделяются суммы на развитие, например, подсобного хозяйства. И каждый человек может взять, я не знаю сейчас в данный момент какие, но там в районе 200-250 тысяч рублей. Ну и сумма небольшая, но тем не менее не лишняя. Для начала неплохая. Есть гранты различные на фермерские хозяйства, на развитие животноводческого хозяйства. Вот я, пчелы, относятся к такому направлению сельского хозяйства, как животноводство. Поэтому я взял грант на развитие семейной пасеки, в рамках которого я приобрел древесину, приобрел ульи, приобрел пчелиные семьи. Оборудование необходимое также приобрел для откачки и переработки меда. И все это, конечно же, помогает и способствует развитию хозяйства. В настоящий момент я строю на Гектаре интересный дом формата Афрейм на берегу озера, в лесной зоне. Тоже по программе софинансирования строительства жилья. Это социальная программа. Этот дом вы строите для себя, либо планируете, может быть, принимать гостей там? Я этот дом строю таким образом, чтобы и я мог там проживать. Особенно в тот момент, когда мои дети выпорхнут из семейного гнезда. И вы полностью себя посвятите вашему делу. Да, и я смогу находиться в лесу в постоянном режиме. Но также я рассматриваю возможность приема гостей. Немножко расскажите нашим телезрителям, какие еще у вас есть планы. Вы собираетесь расширять, может быть, вашу пасеку? Да, безусловно. Я рассматриваю такую возможность. Но вы знаете, сейчас, как я чуть ранее сказал, есть некоторая нехватка в пчеловодческих кадрах. У меня есть потребность в помощниках, но, к сожалению, сложно найти. Ведь я ответственен за своих питомцев, своих пчел. А бы кому доверить, ну, невозможно. Это сложнее, чем доверить автомобиль, например, в управление кому-нибудь. Поэтому все пока упирается в это. Если у меня найдутся мои помощники, партнеры, я с удовольствием расширюсь. У меня есть интерес развивать туристическое направление. Здесь я готов к этому. У меня есть все необходимые условия. И мы изучаем это направление, пробуя. И, возможно, будем участвовать в конкурсе на получение федерального гранта на развитие туризма в области сельскохозпроизводства. Об этом как раз на встрече на протяжении всего года мы разговаривали, общались с министром сельского хозяйства Хабаровского края. Он всячески стимулирует это направление. Оно важно для нас. Тем более, что это будет происходить на Дальневосточном Гектаре. Скажите, хотели бы Вы получать дополнительные меры поддержки или помощь со стороны краевых властей? И я имею в виду те области, в которых сейчас нет этой помощи. Вы знаете, на данный момент, вот этот год показал у нас в этом году, через 6 лет после того, как последний раз посещал, у нас известный пчеловод из числа животного мира. Все Вы знаете, что это медведь. То есть у Вас на пасеке помимо гостей, экскурсий, детей и взрослых, еще и медведь приходит? Да, да, медведь приходит, и я на экскурсиях рассказываю, что первым пчеловодом является медведь. Он ведает, где мед. Именно после того, как он разоряет дупло, разорял дупло в старину, человек впервые заметил потеки меда, попробовал, ему понравилось, и он стал следовать примеру мишки. Так вот, медведь в этом году посетил нашу пасеку и нанес некий экономический ущерб. Помимо санкций коронавируса еще и медведя. Да, я воочию столкнулся с тем, что я не могу его остановить. То есть любые мои действия в этом направлении были бы незаконны. В то же время он не знает о том, что он мне вредит. Поэтому должны быть какие-то механизмы оперативного реагирования. Вы знаете, что и тигр приходит в наши таежные поселения, и в этом направлении тоже. У нас жителей, хозяйствующих субъектов нужно защищать. Ну и туристов, соответственно, тоже. Потому что приедут на пасеку, а там мишка. Ну, конечно, это может быть мило будет выглядеть на фотографии, если все это хорошо закончится. Но, тем не менее, нужно как-то думать, как вместе существовать дальше. Да, конечно. Ведь у меня был такой опыт в этом году интересный. Мы с моим псом находились на веранде бани, ужинали, пили чай с медом. И он сорвался, влез, убежал. На утро я обратил внимание, что на тропинке в пяти метрах от того места, где я пил чай, я обнаружил следы пребывания медведя, который тоже испугался. То есть не только испугались вы и собака, еще и медведь, в принципе. Да, я не знаю, о чем он думал, наблюдая за нами. Ну, возможно, он тоже хотел меда с чаем. Скорее всего. Спасибо вам большое, Сергей, что вы пришли в нашу студию. Напомню вам, уважаемые телезрители, что у нас в студии был Сергей Суровцев, пчеловод, фермер, владелец Дальневосточного гектара. Вы смотрите телеканал 6 ТВ. Актуальное интервью. Оставайтесь с нами.